Всем привет, это UwebDesign. Сегодняшнее видео будет про CSS Blend Modes. У нас, как вы понимаете, на канале два типа обучающих видео. Одни про WordPress, другие про CSS, SAS и всё остальное. И у нас на канале вы, в принципе, относительно того, чем мы сейчас записываем, можете посмотреть ролик про CSS Flexbox, CSS Shape, CSS Regions и уже довольно-таки давно мы записывали видео про сравнение методологий BAM и SMEX. Я думаю, что здесь оно тоже придётся как нельзя кстати. Если вы хотите упорядочить огромное количество своего CSS-кода, то посмотрите в сторону этих методологий. Так вот, сегодняшняя тема, как я уже сказал, CSS Blend Modes. Это ещё одна инициатива Adobe в их стремлении сделать веб лучше и пригоднее для их платных штук, которые помогают визуально как-то редактировать содержимое на страницах. Blend Modes нам всем знакомы по Photoshop, то есть когда мы несколько картинок накладываем друг между другом или каким-нибудь цветом закрашиваем картинку и там добавляем что-нибудь типа Multiply, Screen, в зависимости от того, какого эффекта нам нужно добиться. Lighten, Ducken и так далее. Но мы к видам Blend Modes ещё чуть попозже перейдём, а пока посмотрим в спецификацию, какие свойства входят. То есть мы будем оперировать сегодня двумя свойствами. Первый из них это Mix Blend Modes, то есть Mix Defic Blend Defic Mode. Ну и он, соответственно, может применять кучу значений. Допустим, здесь Screen напишем. Второе свойство это Background Blend Modes. Оно может принимать всё те же значения, но давайте здесь запишем Multiply. Разница между этими свойствами, в принципе, предельно проста. То есть Mix Blend Mode, он смешивает элементы на странице, то есть, допустим, элемент H2 с имиджем каким-нибудь или с Dio, а Background Blend Modes смешивает несколько бэкграундов одного элемента, будь то несколько цветов или несколько картинок, или картинку с цветом, там, с градиентом и так далее. Как вы это всё запишите? То есть, ну, если мы говорим о Background Blend Modes, то рядом с ним мы видим обычно что-то типа Background, и там или несколько изображений через запятую, или мы пишем Background Image, какое-то изображение, и к нему накладываем Background Color, соответственно, с каким-то из этих бленд-режимов. Background Color. Я не знаю, пусть это будет такой небольшой оттенок белого. Вот, в принципе, примерно так это всё применяется. Так, здесь буковка M. И если мы поговорим про то, какие бленд-режимы бывают, то вот здесь на блоге DevOpera, ещё вот 27 мая была статья, вообще всё про эти бленд-режимы, я ссылку оставлю. Посмотрим. То есть, Normal — это дефолтное значение, если мы его напишем, ничего не меняется. Multiply — это вот, ну, чуть-чуть затемняет. Здесь про каждый написанный скрин чуть-чуть осветляет. Если вы хотите знать прямо конкретно, с какими компонентами что делает, я не знаю, интерпретатор, рендерер, то вот полистайте эту статью. Нам для демонстрационных нужд будет достаточно пары значений, и мы ими будем туда-сюда оперировать. То есть, я здесь построил небольшое демо для того, чтобы посмотреть вообще, как это работает. Ну, вот индекс HTML — он такой. То есть, я подключил, ставил CSS, сделал header main, сделал главный заголовок, но просто чтобы мы понимали, о чём идёт речь. И внутри main у нас H2 — это subtitle, здесь image, и здесь будет видео тоже. Чуть позже покажу, что на видео тоже можно делать вот это blend-режимы вместе с другими объектами. То есть, на данный момент мы видим вот этот subtitle и image. То есть, это не фактический image, а div с классом image. И вот этот subtitle, он позишен абсолютом внутри вот этого main, ну, кверху. придвинут, и image — здесь я несколько штук закомментировал, несколько наборов CSS-правил для того, чтобы быстро между ними переключаться. То есть, по умолчанию, у нас здесь сейчас обойка и градиент. Background, Blend Mode, Normal. Чтобы мы понимали, какой-то градиент, я сейчас уберу вот это, ну, чтобы нагляднее-то было. Вот такой вот он из красненького, ну, то есть, там 255-100-100, из такого переходит в белый, без альфа-каналов. То есть, можно, понятное дело, здесь добавить какие-нибудь альфа-каналы, но пусть будет цельно-красное, то изменения будут совсем не видны. Если мы начнем менять вот этот Background Blend Mode, который здесь написан, то, ну, допустим, скрин здесь, когда мы темное изображение совмещаем со светлым градиентом, очень сильно видно там очертания где-то внизу. Если будем менять на Multiply, то вот оно тоже достаточно такое красноватое небо. Ну, тут, в принципе, вполне понятно, зачем это нужно использовать. Это все, естественно, можно как-то по наведению там менять и так далее. Это очень сильно перекликается с технологией CSS Filters. Мы или на нее отдельное видео запишем, или если там... Ну, на самом деле, я про нее статью писал еще года два назад на блоге, который уже не существует, поэтому достаточно старая технология. Там можно просто, ну, черно-белым сделать какой-то элемент цветным и так далее. Ну, посмотрим. Может быть, на этом тоже подробнее остановимся. В общем, ну, это для того, чтобы какие-то такие цветовые вещи применять. Тут я потом покажу несколько примеров не моих, а уже которые сделали люди с фантазией, чтобы посмотреть вообще, на что эта технология способна. Так вот, если сейчас мы вернем в Normal, это все просто, чтобы не смущаться. Вот у нас картиночка. И что касается Mix Blend Mode, то есть вот этот сабтайтл, его тоже можно туда-сюда подстраивать. То есть если скрин, вы видите, чуть-чуть посветлел заголовок. То есть если Multiply, я так понимаю, мы его не увидим, наверное. Ну да, он, вон он там где-то есть, чуть-чуть черненький. Но да, не сильно он нам видим. То есть, ну, Lighten, понятное дело, тоже достаточно светлый будет. То есть вот эти заголовки, их тоже можно картиночкам вполне себе успешно примешивать. Верну на Normal. Так. И закомментирую Default State. То есть Image Color здесь как с градиентом. Написали Background Image, Background Color и небольшой какой-то вот такой blend режим, screen в данном случае. Ну и тут Wallpaper другой. То есть если вернем в шестой, то вот он красный. Тут, в принципе, вполне понятно, что вообще происходит. Multiplying в темную сторону. Опять же, вот в этой статье, ссылку, на которую я оставлю, после этого есть еще небольшое summary. То есть типа, какие свойства затемняют, какие осветляют там, и какие как работают. Это чтобы лучше ориентироваться, пока вы их еще все не выучили. Также можно несколько имиджов совмещать. То есть если я это сейчас закомментирую, раскомментирую вот это, то здесь два вот этих изображения вот так вот совмещаются. Причем Background Blend Mode можно через запятую писать. То есть вот этот с белым совмещается как screen, вон тот Multiply. То есть если мы их сейчас местами поменяем, то вполне ожидаемо будет совсем наоборот. То есть вот это изображение настолько преобладает, что предыдущее даже не видно из-за того, что оно очень темное. То есть, ну, тут... Нет, конечно. Опять же, фантазия не очень сильная. Но если мы чуть-чуть то затемним, то оно еще темнее, чуть побольше выделяется. Здесь опять же это... Люди с фантазией подскажут, как этим заниматься. То есть давайте раскомментируем видео, теперь которое у нас там тоже на HTML-странице есть. Так, вот оно у нас появилось. И если мы... Ну, собственно, да. Сейчас в видео MixBlendModeNormal, то есть если мы, допустим, screen сделаем, то заголовок он в видео тоже вписывается, даже если мы его запустим, то вполне себе заголовок поверх него остается. Если как бы, ну, можно придумать для этого какое-то практическое применение, то, наверное, оно стоит того... Ну, он тут на ходу сейчас нам будет показывать. Да, вон оно изменилось. То есть... Это понятно, зачем нужно. Так, сейчас я заголовок верну. Причем я лучше даже его уберу, чтобы он не мешал, потому что картиночку и видео тоже можно совмещать. Я вот здесь заготовил, я уж не помню, что именно. Что-то должно быть. То есть вот оно у нас снизу там появилось. Так, я это все тоже уберу. И здесь сделаю не нормал, а мультиплай. То есть... Так... в живом режиме оно как-то не очень понятно. Возможно... Надо, надо, надо другое. Да. Да, то есть вот так. В зависимости от того, какая у вас картинка, так оно и будет совмещаться с видео. То есть здесь где-то можно поймать темный момент, тогда будет подложечка видна, ну и наоборот, соответственно. Если я сейчас другую картинку туда подсуну, сделаю мультиплай, возможно, будет как-то оно виднее. Да, то есть... Можно так сделать, что какое-то видео записать, там, я не знаю, в лесу его показывать. Ну да, это опять же, я здесь не берусь утверждать, что мои юзкейсы, они самые хорошие, но что-то подобное можно замутить с помощью бэкграунд-бленд-режимов. Давайте посмотрим, какие есть примеры на просторах интернетов. То есть вот CodePen, естественно, все на нем. Вот такая штука есть. То есть здесь луну крутят с помощью CSS-трансформов. Так, здесь вот, да, Rotate One Turn. И вторая анимация, она просто цвет очень плавно меняет. Ну, прикольно. То есть для какого-то типа черно-белых изображений, у которых только один канал, если в терминологии смог говорить, окей, черный. Есть, то к ним очень эффектно можно применять цвета, это красиво смотрится. То есть вот здесь есть еще 3D Glasses Using SVG Blend Modes. То есть вот они, очочки. И если мы сейчас в данный момент в очках тоже будем, совместим эту картинку, то будет как-то такое 3D. Типа того можно тоже сделать. Сейчас еще посмотрим. Я их 4 штуки заготовил. То есть вот это мне очень понравилось. Кандидаты республиканской, демократической партии, видимо, давно делали. Брата Буша еще как-то сюда не поставили. Я думаю, сейчас поактуальнее было бы его туда воткнуть. Ну, вот здесь показано на примере этих Background Blend режимов, как картиночка в цветовом пространстве с S-M-Y и S-M-Y-K формируются. То есть вот у нас несколько каналов есть, мы их совмещаем, хоп, у нас получается полноцветная картинка, которая должна была получиться. Здесь, насколько я помню, на конве можно делать то же самое. То есть, да, если мы нарисовали что-то вот на конве, в данном случае 2-3 кругляшка вот с помощью Arc метода и потом, точнее, не потом, перед этим указали Multiply, то вот они тоже между собой совмещаются и мы понимаем, что вот эти цвета, если методом совмещения совместить, простите за тавтологию, то черный цвет вот такой получается, но это Крис Коэр нам подготовил тут примерчик небольшой. В общем, на конве это тоже работает и если посмотреть, то поддержка браузера в принципе достаточно неплохая. То есть, соответственно, для свойств Background Blend Mode, ну, как и Mix Blend Mode, ну, она такая довольно солидная, хотя вот, но Safari только с версии 7.1 поддерживает, если мы все версии развернем, то совсем недавно это началось, но в конце концов никто и не делает из этих свойств какие-то, ну, важные фичи, то есть, это скорее украшательство. Ну, можно пока в ближайший год не будет это все имплементировано во всех браузерах, то есть, в данном случае вот и Е еще как-то вот не очень. Не знаю, Spartan, вот этот браузер, это Е, насколько здесь будет вообще в Kena User отдельно показано или какой-то версии здесь. Кстати, смотрите, слушайте наш подкаст, там последний или предпоследний, мы обсуждаем вообще перспективы этого браузера, но в Firefox работает неплохо, в Chrome тоже это все вполне ожидаемо, и что касается конвы, там примерно такая же история, то есть, ну, да, то есть, ну тут чуть побольше, потому что она банально раньше стала, ну, стала доступна в браузерах, но то же самое можно делать в SVG, так, справедливости ради, там тоже есть blend режимы, причем, я так понимаю, там они были еще задолго до CSS, очень многие вещи в CSS переходят из-за SVG, то есть, в том числе анимации, это там, это уже давно было, нам сюда это добавили в браузеры, только вот уже в этом десятилетии, ну, как бы то ни было, если говорить о фолдбеке, то есть, если наши браузеры не поддерживают, то у Криса Койра тоже есть статья про blend modes, я ссылку оставлю, здесь у него тоже там несколько примеров, но они примерно повторяют то, что я вам показал, то вот, можно JavaScript ловить, если есть свойства Mix, Blend Mode, Background, Blend Mode, если их нет, то какие-нибудь или статичные картинки пока подсовывать или вообще показывать, типа, обновите браузер, у вас не будет все так красиво, что характерно, Modernizer все еще не добавил вот пункт, который позволяет протестировать blend режимы, не знаю, то ли он игнорирует Adobe с их инициативами, то ли давно оно не обновлялось, но я прям зашел на сайт, не смог найти, может быть, я что-то как-то не понял, напишите в комментариях, если у вас есть какие-то библиотеки для того, чтобы нормальные фоллбеки для этого показать, но вот я как-то найти не смог. Ну вот так вот получилось небольшой обзорчик сделать на Background Blend Modes, подписывайтесь на нас во всех соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, подписывайтесь на канал на Ютьюбе, ставьте лайки и расшаривайте. Всем удачного дня, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok